Друзья, это Антихрупкость. Мы сегодня будем говорить о безопасности, о смарт-сити, о всяких историях, которые влияют на нашу с вами безопасность. А начну я с прелюдии. Когда-то в 2007 году, когда я попал в Лондон, я увидел статистику, что в Лондоне, в 2007 году, повторяюсь, человек вне зоны камеры тогда находиться мог в среднем 8 секунд. Меня эта цифра просто сразила. А потом я вдогонку увидел статистику, что процент раскрытия преступлений очень высокий. То есть там 80% космос для меня был. И, соответственно, я подумал, вот когда же у нас такое будет. Прошли годы, всего 13 лет. Недавно мы думали над тем, как сделать чат-бот, который будет следить за безопасностью в Телеграме. И оказалось, что в Киеве около 3000 камер, из них 1500 умных, и они там распознают лица, и узнают оригинальные номера, знают все. Ну вот могут делать все. Я бы хотел, чтобы мы поговорили с Володей и с нашим гостем о безопасности, о том, какие сегодня технологии есть, что можно делать, что нельзя, какие силы влияют, что происходит. Вот на эту тему мы об этом будем говорить сегодня. У меня точно так же, как у тебя стала задача. То есть в городе, в моем родном, в Белой Церкви, стал вопрос о системе безопасности. То есть как один из проектов, внутри проекта Smart City. И был там такой зам, Сергей Постевой, он занимался этим вопросом. И мы начали изучать рынок компаний, которые, в принципе, работают с подобного рода технологиями. И нашли Аксон. Как оказалось, эта компания там с российскими корнями, ее нужно от нее отказываться. Там сейчас ей не дали лицензию и не продлили возможность работать на украинском рынке. Но мы узнали, что есть такие ребята в Виннице, у которых есть свой собственный продукт, ничей, собственного производства. Веже, если я не ошибаюсь, он называется. И мы поехали, посмотрели, как этот продукт работает. Он на тот момент уже был достаточно интересен и конкурентно способен даже с мировыми аналогами. Как оказалось, ребята пошли намного дальше. И вот сегодня у нас в гостях как раз человек, который создал этот проект. И не только этот. И, наверное, Олег, немного расскажите о себе. Ну, создал, это громкое слово, да. То есть, создала команда, да. Я был, наверное, идейным лидером. Скорее, будет так правильно. Меня зовут Олег Севенюк. Я руководитель компании «Инкорсофт Украина». Мы находимся территориально в Виннице. Занимаемся разработкой систем безопасности более двух лет. Мы очень молодая компания на этом рынке. У меня 20-летний опыт в IT. Мы делали очень много различных систем, хайлот-систем. Мы работали с финтеком. Поэтому у нас как бы опыт был, да. И в один прекрасный момент мы пришли, ну, у меня появилась идея, наверное, так будет правильно сказать. Я был в Германии у товарища. Он занимается сдачей машины автомобилей в аренду. А теперь он ваш дистрибьютор. Он понял, что это выгоднее. Он занимался сдачей автомобилей в аренду. И у него, я не знаю, в часов 10 вечера приехал клиент, забрал машину, оставил задаток за машину. Они сделали фото документов. Клиент был на связи. Неделю они попросили привезти машину на обмен. И, как классика жанра, телефон в отключке, клиента нет. Вызвали полицию. Полиция говорит, документы были поддельные. То есть это фактически кража автомобиля, угон. Они говорят, ну, печальная история. В страховую обратились. Страховая говорит, ребята, не угон, мошенничество. А вы не застрахованы от мошенничества. Ну, так они на 65 тысяч евро и пристроились. Не очень приятная история. И вот он мне все рассказывает. Говорит, да, вот такая вот история. Не знаю, как это все решать. Проходит приблизительно месяца два. Я не знаю. Он мне звонит такой довольный. Говорит, нашли парня, который украл машину. Я говорю, как нашли парня? Он говорит, мы сделали фотографию на телефон. Ну, в 10 часов вечера. И она нас спасла. Я говорю, ну, каким образом? Говорит, мы отдали ее полиции. Они загрузили в какую-то свою систему. Это был 17-й год тогда. И на автобане где-то под Берлином. Он там, что-то, говорит, находится километров 600, тот, говорит, расстояние. Его камера засекла и распознала лицо. В автомобиле. В машине, да. Остановила патрульная полиция, проверила его. Соответственно, как бы это оказался этот мошенник, угонщик, мошенник, не знаю, как правильно сказать. Ну, как бы история. Его посадили, да. Я не знаю, какая там ситуация дальше с деньгами. То есть это уже второй вопрос. Но, скажем так, меня этот вот случай, он очень воодушевил. Круто, в Германии есть, у нас нет. Да, то есть чем мы хуже Германии? У нас тут все, как это… Айтишники мира сосредоточены. Да, да, у нас в лучшей компании мира там заказывают услуги по разработке софта. Ну, это правда. Чем хуже мы можем час перечислять? Почему мы должны быть хуже? Нет, я как бы для себя оценку сделал. Мы вроде как, у нас такие вот умы, и у нас такого нет. Я, ну, я тогда начал анализировать вообще, ну, как, тогда мне просто эта идея отложилась. Прошел где-то год, у меня был проект связан с криптовалютой, и там была необходима система идентификации людей. То есть мы сверяли паспорт с лицом и делали такую вот как бы базовую идентификацию. Это первое вот наше было знакомство с нейросетями. То есть мы начали вот разбираться, это уже был 18-й год. У меня знакомый есть в горсовете, он начальник IT-департамента города Винницы. Он как-то ко мне приходит и говорит, Олег, вот есть такая задача, мы не знаем, как ее решить, нам надо считать трафик на перекрестках для анализа ситуации на дорогах. Вот кто бы нам мог помочь? Я говорю, ну, легко, за две недели мы вам сделаем решение. Ну, так оно приблизительно и вышло. То есть за две недели мы выдаем ему результат. И я вот тогда, это был где-то август 2018 года, начал интересоваться вообще рынком, какие есть представлены продукты. Продуктов было не так много. Рынок был достаточно пустой, если эти продукты и существовали, не были достаточно дорогие. Украина страна, как бы, ну, будем говорить, она очень экономит на безопасности, да, и бюджетов на это все не выделяет. И я понимал, что, в принципе, можно поиграться, ну, поиграться как бы в бизнес на этом рынке, да. И я первый, я начал пилить продукт по подсчету трафика. Мы его сделали реально за две-три недели, это был пилот такой. Потом мы посмотрели в направлении распознавания номерных знаков. Лица у нас уже базово были. И мы где-то месяца за четыре сделали такой вот, назовем его MVP, да, то есть продукта для городской безопасности. И поставили в январе месяце уже восемнадцать, девятнадцатого года, в январе месяце мы установили в горсовете первую версию, то есть вот этого пилота. Установили сервера. Распознавание номеров, лица. И трафик. И трафик. Да, это было. И подсчет трафика. Да, и подсчет трафика. Лица не зашли. Почему? Вообще и до сих пор не зашли глобально, потому что лица очень, ну, скажем так, большие требования и к камерам, и к ракурсам. Ну, то есть есть очень много требований. Больше к hardware. Да, технические требования, которые они не хотели, они не то, что не могли выполнять, они не хотели их выполнять. Вот у нас есть камеры, у нас есть вот, вот, они предоставили всю свою, как бы, инфраструктуру, которая у них на тот момент существующую. Ну, понятно, она была слабая. Она строилась лет семь, строилась не, будем говорить, не квалифицированными специалистами, потому что это была первичная задача просто обзорных камер, и задача стояла совсем другая. Камеры были самые дешевые, которые только, ну, существовали на рынке, потому что бюджетов, опять же, не было. Но уже камеры на тот момент существовали, я не помню, 600 или 700 камер. Это на Виннице. Да, да, на Виннице. Достаточно много. Но камеры для распознавания лиц, ну, мы до сих пор так и не смогли там от них добиться, чтобы хотя бы одну камеру в Виннице получить на распознавание. Ну, которая удовлетворяла бы потребность. Давай проще. Какая стоимость камеры, которая распознает лицо? Самая дешевая камера, которая может распознавать лица, это где-то долларов 500. Уличная? 1200. Уличная? 1200. Да. Ну, то есть приблизительно. Это лицо в машине? Это лицо на улице. В машине это более дорогие камеры. Сколько? Не могу ответить. Разные производители. Минимально, наверное, тысячи две с половиной. Две с половиной долларов. Долларов, да. Ну, это я не считаю, то есть если брать государственную безопасность, это не такие большие деньги. Просто на… А сейчас такие камеры где-то на проезжих час их стоят? Я не знаю, я не сталкивался. Хорошо. Дальше вы делаете софт, который подключается к этим камерам, который подключается к харду и анализирует, что происходит. Кто едет в машинах, туда можно вставить человека, которого ищут, например, и оно может теоретически его идентифицировать, что вот он проехал там. Ну, глобально, да. Да? Да. Там еще много… А я с таким одним моментом столкнулся, который для меня, например, ну, это как побочный эффект этой системы, которого я, например, даже не предполагал. Вот мы когда с Олегом это обсуждали, смотри, вроде как понятно, как работает эта система, да, идентификация, там, читает камера номера, это сейчас не сложно, это не такая… Вот эта система, которая там, допустим, читает номера, там камеры не такие дорогостоящие. Но для меня было, знаешь, что удивительно. Посчитать трафик понятно, померять скорость понятно. А каким образом это может повлиять на количество пьяных за рулем? Павел, я извиняюсь, скорость мы не померяем камеры. Нет, не этой, но в принципе мы понимаем, что это… Это специализированная система, то есть именно измерение скорости. Окей, но это понятный продукт в рамках вот этой системы видеонаблюдения, да? Спасибо. То есть это понятная функция для обывателя. Где в рамках системы видеонаблюдения, как бы, это не настолько, для меня, по крайней мере, может, всем очевидно, мне было нет, что… А каким образом эта история влияет на количество пьяных за рулем? Как? А оказалось достаточно серьезно, и хотел бы, чтобы поделился ты своим вот этим опытом, да, статистикой конкретно по… Это не опыт, это, скажем так, больше было наблюдение. Для меня это тоже было неочевидно. Это такая интересная, наверное, история. Винница стояла, это где-то месяца три уже стояла наша система, мы ее уже откатали, она… Они на нее опирались как на основную, было приблизительно 20 камер, подключенных к системе распознавания номерных знаков, и я на тот момент, я достаточно часто посещал ситуационный центр, то есть в Виннице есть ситуационный центр, это куча мониторов здоровенных, то есть сидят сотрудники нацполиции, МЧС, еще каких-то служб, я точно не помню, и они мониторят ситуацию, потому что, ну, по большому счету распознавание номеров – это прерогатива полиции, так, и для этого там сидел сотрудник полиции, чтобы он имел коммуникации, то есть по розыску и по предупреждению каких-то там инцидентов в городе, и вот я очередной раз приехал, захожу я в этот ситуационный центр и смотрю, все смеются, я спрашиваю, ну, что-то высветился сигнал тревоги, и они начали смеяться, я говорю, а что случилось, и начальник ситуационного центра мне рассказывает, говорит, о, разумна людина, я говорю, а в смысле, он говорит, ну, уже два раза я его за пьянку запынул, и третий раз едет дружина за рулем, и он мне говорит, мы всех, кто кого хоть раз поймал, хоть раз поймали за, ну, в состоянии алкогольного опьянения за рулем, да, вообще любого наркотического алкоголя, неважно, они их вносили в базу розысков, ну, условно, мониторинга, да, да, дополнительно смотрели, скажем так, да, бдили, да, и когда они появлялись снова в поле действия, ну, в поле действия камеры, и номер распознавала, им приходил сигнал тревоги, они обращали внимание, и сотрудники патрульные останавливали, и дополнительно проверяли, или человек трезвый, или нет, это месяца за три они мне сказали, что количество инцидентов уменьшилось где-то в три-четыре раза. В три-четыре, то есть не на 20 процентов, понимаешь? Это на 20 камерах, в городе с населением там 350 тысяч. Статистика этого правонарушения, пьяный за рулем, мы понимаем последствия этого правонарушения, то есть это практически всегда увечья. Люди, сбитые, погибшие. В четыре раза. И для меня этот эффект, он был как бы изначально не очевиден, каким образом распознавание номеров влияет на количество пьяных за рулем. А если говорить о статистике, угонах, каких-то поисках людей, что с этим, как с этим обстоят дела? Я за статистикой смотрел, я говорю, в девятнадцатом году месяца четыре, а потом я как бы перестал. Подостыл? Не то, что подостыл, скажем так, я начал понимать, что мы удовлетворили потребность клиента образно, то есть пилоты реализовали качественно, и мы начали двигаться просто дальше. Но если брать вот тот период, это, наверное, активная фаза, то есть внедрение этой системы, то за три месяца два автомобиля, которые были находились в общегосударственном розыске в течение двух лет, были найдены. Если мы запускали систему, и на двадцати камерах было 300 сработок в день на старте системы, то есть у них… Что такое сработки? 700 автомобилей приблизительно, 500-700 автомобилей находились постоянно под контролем. То есть я не говорю, что это розыск, это какой-то контроль, в том числе и те же пьяные. Каждый день было 300 сработок, то есть эти автомобили из списка 300 раз были и попадались в пользу зрения. Жел на делах, естественно, эти камеры. Да, это не 300 уникальных, это 300 сработок, то через три месяца их было уже 100. То есть список оставался прежний, то есть они… Прятались. Я не скажу, что… Не выезжали. Нет, скорее они, наверное, вычистили первично те инциденты, которые оперативно можно было как бы решить, а уже те остальные 700 автомобилей или 500, которые ходились, то есть это уже были какие-то случаи, то есть это, наверное, угон, пропажа автомобилей. То есть мы понимаем, что если машину не нашли, то ее, скорее всего, разобрали. То есть в 90% случаев найти ее уже невозможно. Поэтому количество сработок и уменьшилось, то есть в три раза. А скажи мне, сверка, например, номерных знаков с ВИН-кодом, насколько это сейчас возможно? Ну, ты же понимаешь, что можно на ворованную машину подцепить номер, и она есть с другим номером, ее формально никто не останавливает, потому что она не нарушает правила. Но мы можем, например, камерой сосканить ее номер и сказать, что она не соответствует ВИН-коду, и, соответственно, тогда ее тоже сработает. Идея классная. Причем нам этот запрос прилетел с Саудовской Аравии. Вот такой, ну, подобный запрос, то есть именно сверять ВИН-код. Задача, в принципе, реальная, но мы не реализовали ее. Мы с одним из партнеров обсудили, что мы можем попробовать пилот поднять. Но для этого надо очень дорогостоящие камеры, которые могут на большой скорости... Оценить марку автомобиля и ее цвет. Нет, мы распознаем марку автомобиля и цвет, которая может заснять ВИН-код под лобовым стеклом. А-а-а. А, ты уже хочешь... Семен, Семенович. То есть я попытался придумать, как это сделать, и они говорят, нет, подожди, мы ВИН-код даже прочитаем. Нам же ВИН-код надо сверить. Где его взять? Ну, на большинстве автомобилей. Под лобовым стеклом. Да, но на старых нету, на новых есть. То есть мы как бы и к этому пришли, что мы можем. Ну, мы обсудили эту задачу. И ее реализовать реально. Мы теперь уперлись просто в наличие соответствующей камеры. Технические камеры, да, условно. Да, то есть это цена вопроса, наверное. В принципе, и камера, я думаю, соответствующая есть. Просто кто готов, я всегда это называю, стать первым подопытным кроликом. То есть и участвовать в этом пилоте. То есть это сделать реально. То есть мы по-другому сделали сверку. Есть у нас такая вещь Open Data. Все транспортные средства, да, информация о регистрации транспортных средств, то есть она в открытом доступе. Скажу даже больше, у наших, я не знаю, это сервисный центр МВД выкладывал эти данные, открытый доступ. У них был большой косяк. Они первые версии этих открытых данных выложили с адресами, именем и фамилией владельца, там полностью все данные. Потом они это убрали. Но марка, модель, цвет, время регистрации, место регистрации и связка с номерным знаком – это публичная информация. Мы это сверяем. То есть мы, когда распознаем номерный знак, мы сразу же визуализируем оператору. То есть жулику уже, если сейчас цеплять левый номер, то нужно как минимум с такой марки автомобиля. Да. И у нас был инцидент, что остановили машину. Так как данные открыты, их не обновляют, скажем так с задержкой, то человек как раз сделал перерегистрацию в тот день, и его остановили, потому что не было совпадения номера и как-то… Мы же распознаем марку и модель. И мы сверяли марку и модель распознанную с маркой и моделью в этой базе. Да, он номер оставил, автомобиль стал другой. Да, то есть получилось, поменялось. Но суть в чем? Мы отказались от этой идеи. То есть это уже как бы… Это функциональная такая фича, да, которой надо уже выбирать, стоит пользоваться или нет. Вопрос, какие проблемы позволяет решить сегодня софт, камеры, вот совокупность софта и камера, вот давай там буквально по статьям Уголовного кодекса. Ворованные машины позволяют мониторить? Да, мы можем отследить маршрут ворованной машины. Если брать розыск ворованных машин, ну я предлагал решение для Киева, это мобильные системы распознавания номерных знаков, то есть это ставится в патрульной машине камера, устанавливается бокс, который распознает номерные знаки и сверяет с базой розыска. В автоматичном режиме. Едет, она все номера фиксирует, то есть и просто выдает информацию. То есть если машина где-то припаркована, ну это как бы известный фактор, машину просто бывает переменять. Да, на отстой, так называемый. То есть если она где-то припаркована, она находится в розыске, ее как бы выдаст. А почему они ее не купили? Нету, наверное, желания, назовем это высшей силой. Я вот сейчас, я просто знаю руководителей Винницы и Владимира Гройсмана и сейчас Моргнова. Я рекомендую Сергею обратить внимание, у вас просто уникальные ребята дома живут, вы можете продолжать развивать свою систему безопасности города и просто это будет не первый пример Винницы, где вы лучшие в стране и там в рейтинге городов по комфортной жизни, да, Винница всегда в лидерах, а безопасность это один из основных, наверное, приоритетов в комфорте, поэтому надо обратить внимание. Вернемся к статьям главного кодекса. Угнанные машины, еще. Угнанные машины, распознавание лиц это, понятное дело, это государственная безопасность, то есть люди в розыске, в людей. Не важно по какой причине они в розыске. Тут уже вопрос розыска, а уже уголовные статьи там можно привязать разные. У меня была программа безопасной школы, это система распознавания лиц на территории школы, это идентификация каждого ученика, учителя и родителя. Если на территории школы появлялся какой-то подозрительный человек, система автоматически, грубо говоря, аларм, проверить, не зашла. Почему? Никто не согласился на проект. Сколько стоило? Ориентировочно полностью стоимость проекта на одну школу это где-то миллион гривен. Это не такие большие деньги. Да, но это полностью оборудование, программное обеспечение, но я не считаю, что это очень большие деньги. А какая статистика, например, по инцидентам в школах? Так как у меня четверо детей и девочки, я переживал за моменты педофилии, за моменты кражи ребенка. И я понимаю, что в городе в принципе список педофилов известен. Его можно, грубо говоря, составить, внести в единую базу, и если, не дай бог, этот человек появляется где-то в зоне действия камеры, присылать хотя бы сигнал тревоги для того, чтобы мониторить эту ситуацию. Это первое. Второе. Все наркоторговцы в городе это тоже одни и те же люди. И рано или поздно эта база будет единая для города. Я не говорю для страны. Это все в рамках города делается. То есть это будет единая база, грубо говоря, подозрительных людей, которые участвуют в этой наркоторговле. И если они будут появляться тоже, опять же, на территории любой школ, система будет автоматически выдавать аларм. У меня статистики нету. То есть у меня идея была как бы глобальнее. То есть сделать жизнь родителей спокойней с помощью вот этой вот системы. Кроме того, родитель может отслеживать, ребенок в школе или нет? Если он вышел за территорию школы, тебе может приходиться. Можно отслеживать, когда ребенок пришел и когда ребенок ушел. Да. Даже так. Хорошо. Насколько камеры дешевеют? Те камеры, которые там распознавали номерные знаки, сколько они стали, 5 лет назад, сколько сейчас? Не могу сказать. Два года занимаемся как бы тематикой, поэтому не мониторил это. За два года камеры глобально не подешевели. Камеры остались в том же ценовом диапазоне, но при этом они выросли в качестве, в характеристиках. То есть они просто стали более качественные, скажем так. Слушай, в этой отрасли, по-моему, 6 месяцев старения моральное оборудование. Какие решения у вас есть для небольших городов? Белая церковь – это большой город. Что говорить о небольших городах с численностью населения, не знаю, 5-10 тысяч человек. Это районный центр маленький, район, уровень Переяслав-Хмельницкий, даже, окей, Боярка, Вишневая, Бровары – большой город, 120 тысяч. Вот небольшой город. Какие у вас решения для него есть? Я сразу скажу, к сожалению, у нас нет решения готового для города. У нас есть только софт. Это маленькая часть решения. Решение – это и железо, то есть это и камеры, и программное обеспечение, и коммуникации. То есть это комплекс мероприятий, назовем это. А у меня только софт. Поэтому один софт не решает задачу. А почему вы не соединяете три пазла для того, чтобы предлагать комплекс? У нас есть… Ты же понимаешь, что такое маленький город. Это группа, условно говоря, нейтрально настроенных депутатов, каждый из которых лично ни за что не отвечает. Есть мэр, который, в принципе, наверное, чуть-чуть отвечает за все, но при этом ни за что конкретно. Сейчас интересную тему заходим. Да, и при этом там есть еще милиционер, есть СБУшники, есть еще кто-то. И вот они как-то там, это городская власть. Предложи им решение. Ну, скажи, мне решение для того, чтобы вы знали, что происходит в вашем населенном пункте. В зависимости от количества входа-выхода, мы тут посчитали, оно стоит, не знаю, 300 тысяч долларов. Оно будет вам позволять видеть, кто в розыске заехал в город, кто в розыске в государственном. Это же тоже единый реестр, он есть? Конечно, есть. То есть там открытая API, можно туда заходить? Сомневаюсь, что она открытая, конечно, и сомневаюсь, что она там есть вообще API. Честно, мое мнение, там все очень сложно. Канас ДОС. Если там не картотека бумажная. Карточки, я думаю, на карточках. Я думаю, картотека бумажная, скорее. Андрей, проблема в другом. Я так, когда я в эту тематику пришел, я так первично думал. Я вообще, у меня бизнес-модель была другая. Я хотел предоставлять городам готовое решение, то есть это серверное оборудование, это программное обеспечение и сдавать его просто в аренду. Ну, формально, то есть это как подписка. Чтобы они просто на косты писали. Чтобы они просто, да, по подписке это было как бы и дешевле, да, то есть это не надо сразу выложить там круглую сумму денег на проект. И плюс мне это удобнее, потому что у меня было бы понимание развития. Но, как это, не зашло. Почему? Ну, во-первых, подписка для государственного бюджета это не очень удобная форма оплаты. То есть им удобнее провести тендер, единоразово купить, причем купить еще на три года наперед поддержку и забыть о этом продукте на три года. Второе. Для государственного бюджета удобно, как это правильно выразиться, чтобы была хорошая сумма отката. Мэйджик. Очень политкорректный Олег. Я тебе могу, наверное, рассказать, как это работает. Когда я хотел краску использовать шведскую в автодоре в Киевском областном, когда они красят эти заборы, знаешь, вдоль трасс. Краска, которая там по ржавчине, гарантия 10 лет и так далее. Я, будучи первым замгубернатора, бился головой в стену 6 месяцев. Ну и не понимаю, почему они ее не покупают. Ну почему они не используют гарантия 10 лет? Не надо каждый год красть. Что такое? До меня не могло дойти. Потом мне популярно объяснил человек, который внутри работал, который уже ему, наверное, меня жалко стало. Он сказал, Владимир Геннадьевич, я вижу, что вы не из системы человек, у вас что-то с головой. Я вам объясню, а как это в течение последующих 10 лет на этом… Монетизировать. Красть. Так мы каждый год красим. Купили ведро, с ведра откатик, еще ведро, еще откатик. А вы что нам предлагаете? Раз в 10 лет покрасить? Да у нас директор автодора меняется каждые 3 года. Новый приходит, откуда же ему кэш приносить? Поэтому не надо предлагать нам решений, в рамках которых… Невозможно монетизировать. Да. Ваша эффективность и наша эффективность – это разная эффективность. Ну да, то есть… А с какими случаями сталкиваешься ты? Я ушел от этого всего. Я поменял модель. Я начал развивать дистрибьюцию. То есть я работаю, грубо говоря, у меня… Тебе сейчас зритель скажет, ты сам дурак. Нет. Нет, как раз… Я не могу поддерживать коррупцию в нашей стране. Мне это… Сам виноват. Не развиваешься. Не развиваешься. Нет, я все-таки пошел, наверное, дальше, так как мы пошли в другие страны. Вот это интересный вопрос, кстати. Приоритеты поменялись чуть-чуть. Скажи, вот украинский рынок, насколько тебе интересен? И на каких ты еще рынках присутствуешь? И какой приоритет сейчас? Ну, вот украинский рынок – это… Ну, мне было сложно понимать, когда я начинал и начал искать дистрибьюторов, да, то есть у меня еще был сырой продукт. Я не понимал вообще, что такое дистрибьюция, что дистрибьюторам необходимо. Меня познакомили с несколькими, ну, достаточно крупными дистрибьюторами. С одним очень крупным дистрибьютором на рынке СНГ. Я пришел на встречу. Руководитель попросил как бы со мной пообщаться, послушать про мой продукт и дать фидбэк. Я был готов к этому, меня просто вот опустили лицом в грязь, сказали, что парень, вот будет… Неинтересно. Не то, что… Нет, интересно, интересно, но ты понимаешь, вот ты пришел нам, грубо говоря, вот как все украинские компании, вот у тебя что-то есть, маленький кусочек, говорит, а дистрибьюции важна не твоя программа и не твой софт, им важна вот эта вот куча бумаги, куча бумаги, спецификации, брошюры, каталоги, калькуляторы, там, кейсы, где ты это все использовал, успешное применение этого решения. То есть они мне рассказали просто, ну, они по-честному мне это все выдали, сказали, в каком направлении двигаться, и я на это все потратил, ну, больше года. То есть если бы я это знал, наверное, на старте, я бы это, ну, как бы уже имел, да. Они посмотрели, подумали, да, ты не тупый. Да, вообще. Без этого не продашь. Да, то есть без этого не продашь, условно. Но я понимал, что дистрибьюция – это совсем другой уровень развития продукта, да, то есть у нас как бы, ну, почему вот у нас айтишный рынок – это аутсорс, у нас нет продуктовых компаний. У нас если продуктовая компания… Нету IT-девелопмента, есть… Нет, он есть как бы IT-девелопмент, но это, грубо говоря, это продажа… Части. Части только, да, то есть, но нету продукта, то есть у нас продуктовые компании… Рабы не продавцы. Ну да, я так говорил, у нас работорговля. Которые с лопатами стоят. Формально да, то есть, но продуктовая компания, как раз вот в ней программисты – это, наверное, только 20 процентов. В этом большая… А дальше маркетинг. Бизнес – это бизнес, да. А у нас, получается, научились только программистов собирать в одну комнату, выдавать им компьютера и говорить четко, как решить задачу, все. А бизнес – это не бизнес, это сервис такой, лайтовый сервис, если смотреть на те рынки. Так вот, украинский рынок, мне тогда говорили, Олег, пойми, Украина, а компания работает на рынке СНГ, но с Украиной не работает принципиально. Я говорю, ну, вот украинский рынок, они говорят, ну, это, если вот сравнить с Казахстаном, то это в 20 раз меньше. Вот в Украине объемы продаж, вот подобных решений, чем в Казахстане. А в Казахстане, говорит, в раз 20 может быть меньше, чем где-то в Эмиратах. Или там, про Америку они вообще молчали. То есть, если сравнить наш, как это, рынок с чем-то другим, то его можно вообще не сравнить. Его не только в IT. Ну, его нельзя сравнить. Продажи автомобилей его не видно. Я в это все, ну, когда кто-то это сказал, то есть, ты не пощупал, да, то есть, ну, в это было сложно поверить. Но сегодня, когда мне начали прилетать проекты с других стран, и объем этих проектов, да, то есть, ну, это, наверное, один проект, любой такой тестовый, это даже не проект, это тест. Он, как три года работает здесь, на рынке Украины. Украина хобби стала. Расскажи, что самое интересное, чем приходит. Пришлось заниматься за эти два года. Ну, там, Эмираты, может быть, Китай, может быть, еще что-то. Мы продажи начали в этом году только развивать. Причем мы, так интересно, вошли прямо вот в карантин. Вот говорим, будем продавать, давай, через две недели карантин. То есть, я сразу расстроился, потому что я понимаю, никаких командировок, поездок, встреч, ничего. Я, ну, была сразу как-то... Да, трое детей, да, хотел командировки. Не получилось, да. То есть, ну, момент перестройки, работа из дому, это был такой сложный период, но потом я понял, что это на руку. Все согласились на конфколы, на Zoom, Skype-конференции, то есть... Облачные решения? Нет, не облачные решения, скорее, вот, коммуникация стала проще. Коммуникация переехала в онлайн. Она стала доступнее, проще, быстрее, и начали приходить такие партнеры, то есть, ну, к нам пришел Panasonic, причем сам пришел с просьбой, то есть, интегрироваться с ними. К нам начали приходить, ну, такие топовые компании мировые, которые, увидев где-то наше решение, начали... Они не то что просить, они начали предлагать нам с ними, как бы, стать партнерами. Мы, там, на сегодняшний момент, мы партнеры... Hanva, это... Ну, есть компания Axis, Hanva, то есть Hanva, это Samsung, это дочернее предприятие по Samsung. Или подразделение Samsung по производству систем видеонаблюдения. То есть, мы ихние партнеры. Axis, это бренд номер один, ну, я не могу сказать, что это бренд номер один, но это топовый европейский бренд по производству камер. Мы тоже ихние партнеры. Panasonic, VivoTec, то есть, все... Олег, вот видишь, они тебя тянут, потому что они хотят предложить комплексное решение. То есть, они понимают, что просто камеры железа сложно продать, им еще нужно продать софтину, которая позволит что-то с этим делать, да? Даже не так. Приходить начали еще компании, которые производители систем управления видео. То есть, VMS-система, это, грубо говоря, видеорегистратор только в компьютере. Ну, если так, на примитивном уровне. Если взять 10 лет назад, видеонаблюдение – это была камера и возможность сохранить в видеоархиве, посмотреть в видеоархив. Это был топ, это было круто, да, и, в принципе, в то время эти компании выстрелили. Сегодняшний тренд – это видеоаналитика. То есть, заказчик, когда приходит за решением, он говорит, мне необходима видеоаналитика. Сам поток неинтересен. Что с этим потоком можно сделать? Заказчик не спрашивает, какая камера. Заказчик не говорит, мне нужна такая-то камера, мне нужна какая-то система управления видео. Он не хочет заморачиваться. Он не хочет заморачиваться. Мне надо решить задачу по распознаванию лиц. Как эту задачу решить, уже его не волнует. И получается, что сейчас тренд – это видеоаналитика. И уже все остальные производители, которые лет 10 назад были в топе, они пытаются, они не успели за этим трендом, многие из них не успели. И они пытаются вот таким образом подтянуть производителей видеоаналитики в свой портфель, интегрироваться с подобными производителями и предложить комплексное решение. Я вот как патриотически настроенный житель своего населенного пункта подумал, что вот если бы тебе задача стояла, например, в каком-то населенном пункте установить камера, которая была бы присоединена к радару, которая бы определяла сразу, кто за рулем, и сразу формировала автоматический штраф административный, который прилетал на определенный адрес. Или там на определенный автомобиль. Есть же подобное решение уже в Украине. Не-не, я имею в виду, ну сейчас оно как-то, знаешь, я знаю, что там есть 6 или 10 камер где-то, кто-то их ставит, да. А вот я вот, местцевая громада, да, хотим, чтобы у нас вот все ездили там по знакам, там 50 километров в час. Местцевая громада, и мы не хотим куда-то ходить, там. А тут есть, Андрей, еще, знаешь, одна какая проблема? Ты сел в Бобрице, поставишь камеру, а штрафы все будут идти в киевский областной бюджет? Нет, поспорю. Тут есть законопроект, они хотят его, насколько я знаю, его уже... Хотят. Хотят. Но пока, я говорю, как на сегодняшний день? Ну, сегодня, да. Сегодня вот ты ставишь у себя камеру, вы сбрасываетесь деньгами, у себя в населенном пункте устанавливаете камеры по фиксации скорости, люди ездят, нарушают правила, а деньги все уходят в бюджет области. А вы спрашиваете, так, а зачем мы тогда на это потратились? А мы говорим, ну, такое законодательство. Ну, да, система 800 тысяч гривен стоит, как бы не видишь. Хорошо, вернемся к распознаванию лиц. Если мы вот опикаемся безопасностью какого-то населенного пункта и понимаем, что у него там есть какое-то энное количество входов-выходов, да? Так. Можем мы установить на каждый вход и выход эти камеры и как бы сигнализировать, как-то коннектиться с каким-то API там по розыску, по опасным людям, еще по базе данных, по СДИ, я не знаю, с кем еще, с кем можно коннектиться, как это все работает? Нету API, к сожалению. Нету API. API нету. Знаешь, на что, вот о чем я сейчас думаю, извини, перебью тебя. Вот смотри, не хотят системы распознавания лиц, да? Нету API с базой данных преступников. Не хотят системы видеофиксации, распознавания лиц на территориях школ. Вот я сейчас выскажу предположение, это не обвинение, это предположение. Знаешь, что преступность организованная называется? Потому что она организована силовиками. Поэтому, когда стоит вопрос безопасности, который в итоге влияет на интересы тех, кто продают наркотики, те, у кого есть подпольные игровые автоматы, те, кто воруют машины. Понятно, что они все работают под силовиками. Здесь сразу начинаются вопросы. Ну, типа, а зачем это делать? А зачем покупать краску, которая 10 лет потом не надо перекрашивать? Так же каждый месяц приносят. Украли автомобиль, получили, заплатили. Украли, получили, заплатили. У тебя нет ощущения, что это все-таки вопрос времени? Скорее всего, да. Это такой тренд. Ну, тут два варианта. Первый вариант – это могут вообще запретить распознавание лиц. Либо сделать его каким-то, ну, суперсертифицированным, там, с силовыми структурами, условно, СБУ. И это будет прерогатива сугубо СБУ, например. И софт будет сертифицироваться СБУ. Это вариант Украины. В принципе, в большинстве… Ну, это вариант Украины, да. В принципе, в большинстве стран мира, ну, оно к этому идет. То есть, потому что распознавание лиц, ну, оно не является, наверное, персональными данными, но пытаются это все сделать персональными данными. А есть эти политики GDPR европейские, нарушение этих политик. То есть, ну, там… Сейчас идет активная дискуссия по поводу того, надо ли система распознавания лиц тотальной слежки. То есть, все переживают за тотальную слежку. Ну, как по мне, это паранойя больше, да. То есть, тут надо как-то ставить на чаши весов, что как бы лучше, да. Слушай, безопасность и приватность – это две чаши весов. То есть, ты должен всегда искать баланс. Максимальная безопасность – это отсутствие приватности. Максимальная приватность – это полное отсутствие безопасности. Поэтому понятно, что это всегда поиск. Но смотри, даже в вашем софте, насколько мне известно, и сейчас нужно объяснить, наверное, нашим слушателям, в чем смысл. Если ты имеешь возможность распознавать лица, ты, в принципе, можешь делать трекинг. То есть, внутри своей системы ты можешь внести какое-то лицо, даже если оно не находится в базе данных. Я, условно, прислал фотографию человеку, который находится сейчас на управлении системой. И говорю, включи мне трекинг на эту личность. И в течение последующей недели я не просто буду знать, где его отследила камера, а нарисуют это на карте, куда он ходил, где он был, сколько времени провел и так далее. То есть, можно на самом деле, если этой системой, если включить эти системы раньше, чем включить законодательство ответственности за такое использование персональных данных, то, в принципе, мы можем тем же силовикам или той же организованной преступности дать инструменты такие, о которых они сейчас могут только мечтать. Ну, это, давай, вторая сторона медали. Есть же такой риск? Это правда, да. Но точно так же для автомобильных номеров точно такой же риск. Вопрос трекинга. Если они распознаются. И вот еще, смотри, какой вопрос. Все же знают, в Украине есть эти, как они называются, двойники. Да. Ну, я точно, я на себе знаю. У меня в родном городе какой-то сумасшедший настолько охренел, что взял на мотоцикл, у меня был в Дукате мотоцикл, поставил мои номера. То есть, я еду в городе, смотрю, стоит мотоцикл, левый вообще, и на нем мои номера. В смысле? Как это? Ну, и потом узнал вот эту всю историю про двойников. И получается, что если у тебя единая база данных, например, на всю страну, да, и она работает где-то, консолидировано собирается информация. Когда у тебя в двух разных местах по геолокации засветился один и тот же номер автомобиля, все, понятно, что это двойник. Если это включить, Андрей, мне кажется, такое количество людей в погонах зашатаются. Поэтому так это тяжело идет. А решение это элементарное. Возьмите, включите видеонаблюдение и анализируйте в этот момент по геолокации, где тот или иной номер засветился. Насчет двойников у меня был инцидент. То есть, вот так вот, они случайно вычислили это. Я не помню, или машина была в базе розыска, да, то есть, или, мне кажется... Она не может быть в базе розыска? Нет, она была, ну, они следили условно, то есть, ситуационный центр... А, просто внес этот номер и одновременно выбил? Да, и он выбил абсолютно в двух, ну, с разницей две минуты, в двух разных точках города. Абсолютно одинаковая машина, один цвет. Они определили по дискам. То есть, они увидели, что разные диски. Если бы вот этого инцидента не случилось, то есть, ну, что за две минуты там просто нереально с одной точки города в другой попасть, они бы и не поняли, что это двойник. Но, я так понимаю, как бы нашли, но ничего не сделали. Ну, а что, как-то сам на себя вышел назвать. А какие запросы в Киеве? По Киеву я не знаю. В Киеве стоит другая система, то есть, тут совсем другая как бы история с Киевом. Ну, смотри, кроме Сауди, а на какой-то еще рынок? Ну, США самый сладкий рынок. Сейчас потихонечку заходим. Рынок США, рынок Мексики, европейский рынок. Но мы не можем зайти на все рынки сразу же, да. То есть, мы очень так аккуратно заходим. У каждого рынка свои потребности. На каждом рынке есть свои конкуренты. То есть, мы анализируем рынки. Мы пробуем точечно искать партнеров. Потребность рынка тоже очень разная. То есть, если, например, возможности рынка очень разные. То есть, мы заходим пока точечно, да. То есть, но если мы на рынок зашли, то есть уже, да, то мы пытаемся там, грубо говоря, занять какие-то уже позиции. Если брать украинский рынок, я сейчас одну секунду закончу. Если брать украинский рынок, то когда мы начинали, у нас был основной конкурент, это компания Milestone есть такая, производитель ВМС-системы. И это если повинится брать. И стояла система якобы украинская. То есть, есть такая компания Lantek. Она разработала на базе нейросети Hewlett Packard, разработала решение ULA. И они продавали его, но они его перевели, локализировали на украинский язык и продавали как украинское решение, собственное решение. Достаточно неплохо оно работало на то время. И нам повезло, потому что нам, когда мы равнялись на кого-то, то решение было достаточно сильным. Но и Hewlett Packard, это мировой лидер в IT. Мы добились лучшего результата. Причем они сами даже это признали. И у нас был с ними диалог. Я говорю, ребят, ну вы как бы 5 лет уже этим занимаетесь. Ну почему вы не смогли добиться того, чтобы у вас было качество выше? Они не могли влиять на нейронную сеть, они не могли влиять на продукт. Они могли только влиять на внешний вид продукта и все. А все остальное делал Hewlett Packard. А там заказы такого размера. Что такое Украина? Для них это неинтересный рынок получается. И когда мы начали заходить в продажи, на сегодняшний момент я могу очень открыто сказать, у нас есть сегодня в Украине какой-то объем рынка по безопасным городам. Мы уже, я думаю, половину этого рынка начинаем закрывать. То есть мы заходим практически в каждый город, потому что решение действительно качественное, доступное по цене. То есть если сравнивать конкурентов, то есть мы по цене… Кто конкурент? Ну тот же Hewlett Packard, тот дороже получается. Тот же Milestone дороже. То есть кого не возьми, все дороже. Кто-то на 20%, кто-то на 10%, но дороже. Но вопрос еще и качества, интеграции, поддержки, обновления системы. То есть много факторов играет. То есть мы уже какую-то долю рынка в Украине за этот год заняли. Достаточно хорошую. Сказать, что мы сейчас зашли в весь мир, да, но это, наверное, бессмысленно. То есть мы берем рынок и мы начинаем потихонечку в него заходить. Но в Китай, наверное, не пускают. В Китай мы даже не думаем. Заходить там, я думаю, своих хватает. То есть это внутренний рынок, он четко закрыт? Я думаю, что да. Там продаются решения европейских вендоров, но я общался с партнерами, которые продают подобный софт. Очень тяжело, очень слабо, очень сложно. Ментальность, то есть играет, наверное, роль. А в Штатах какая проблема? Тяжелый рынок. Он большой. Он большой, но ты же говоришь, что ваши решения, сами технологические решения, они достаточно крутые и дешевле, чем топов. Так почему? Я американский рынок изучал очень хорошо. Я в Америке прожил полгода. Да, у меня дочка от первого брака живет в Америке, я в Америку очень много летал, я знаю хорошо. То есть я общался по бизнесу. Как вообще строится бизнес в Америке? То есть я пытался изучать. Вот полгода, пока там жил, пытался понять, почему американский бизнес, например, такой успешный, а украинский бизнес, например, не настолько успешный. Вопрос подходов, да? То есть вопрос, наверное, ментальности. Так вот насчет моего решения проблема номер один. Мы не американская компания. Это проблема законодательная? Нет, это проблема ментальная. У них с детства заложено... Покупай американское. Да. Американский продукт самый лучший. Если есть американское решение, которое даже будет на порядок дороже... Они не купят. Они не купят, да. Они купят американское решение. Это правильно. С точки зрения вот именно страны я считаю, что это правильно. Патриотик систем. Да. То есть это не история, понимаешь, про коррупцию, как у нас. Да нам без разницы, какое решение, где откат больше. Это история... Ну, слушай, я думаю, еще вопрос приоритетов. Я... А скажи, вот если говорить о системном решении вопроса, ну, на уровне страны, да, как бы ты его подходил и решал? Ну, так, абстрагируясь от того, что ты продаешь софт, от того, что там... У тебя есть какой-то глобальный, знаешь, с высоты птичьего полета взгляд на безопасность. Не знаю. Вход... Смотри, есть же много аспектов. Внутренние преступники, внешние границы, конфликт на Востоке, какие-то там русские... Контрабанда. Контрабанда. Вот эти вот все там... Наркотрафик. Вот эти все боли, да, эти все раковые... Раковые опухоли, локальные, где-то больше, где-то меньше. Ну, как их решить? Распознавание лиц сколько? В каких масштабах? Где? На путепроводах, на вокзалах, не знаю, на максимальном трафике, там, где происходит максимальный трафик людей, на автобанах, на погранконтроле, на... Можно ли, например, автоматизировать... Вот здесь еще один вопрос возник. Можно ли автоматизировать работу, там, не знаю, погранслужбы, таможенников? Что можно сделать в этой связи? Что делают мировые лидеры? Вот такие... Я тебе вопросов 10 человек... Сам не люблю, когда 10 вопросов сразу задают. Я и забуду сейчас половину. Ты уже первое забыл, да? Я уже начну. На один отвечу и все забуду. Ну, во-первых, таможня, да, то есть погранпереходы, таможня. Прорабатывали проекты, были возможные пилоты. Не знаю, не зашли. Вот не зашли. Первый вопрос был... Давай, в чем заключались пилоты? Первый был вопрос. Пилот был распознавание лиц, вот на... Распознавание лиц и номеров на погранпереходах, да. То есть этот проект был там год назад, мы вели активный диалог, мы готовы были сделать кастомизированное решение, то есть конкретно под проект, который мы масштабировали потом по всей территории Украины на все программпереходы. Были готовы зайти в этот проект. Интересный проект. Для нас это было интересно, это кейс для нас. Первый вопрос, который мне задали, самый интересный. А можно ли будет как-то отключать? И включать. И включать. Да. Когда надо... Ну, да. Это был первый вопрос. Нельзя. Тогда не подходят. Можно блокчейн с тублером? Можно? Это был первый вопрос. Я говорю, ну, как бы... Я говорю, ну, все теоретически можно, но смысл системы, она вообще не нужна. А вот, видишь, ты не понимаешь, в чем смысл. Нет, я понимаю. Это вопрос дополнительно... Ты просто мыслишь, не комплекс. Я же не... Ты не системно мыслишь, понимаешь. Я же не системный человек, да? Я не понимаю этого всего. И в итоге на этом вопросе все и сломалось. По большому счету, я думаю, да. То есть частично да. Представляешь? Это первое. Второе. Я все равно патриотично настроен очень, да, по отношению к ситуации, например, там, ну, с ситуацией на Донбассе, да. То есть я был настроен очень, ну, как бы готов был, как я мог со своей стороны помочь стране, да, то есть предоставить абсолютно свое решение, ну, бесплатно. Для пунктов пропуска, то есть на неподконтрольных территориях, да, то есть и я предлагал это. Не зашло. Причем предлагал с двух сторон. Со стороны... ДНР? Да. Тебе сразу не зашло. Я предлагал со стороны Министерства обороны и со стороны СБУ. С двух сторон. Как-то думал, где-то, да, сойдется. Не сошлось. Единственное, что есть у нас партнер, который реализовал пилот, назовем его так, они установили подобную систему безопасности в одном из городов, приграничных, да, то есть назовем их вот так, и на вокзале стоят две камеры на распознаваемой лиц. Показал очень хороший результат. И я не знаю, ну, как бы я не имею полной информации, да, но я знаю, что есть, и у какой-то части людей есть интерес к масштабированию этой системы. Я так понимаю, у какой-то части, наверное, интереса нет. И вот оно все как-то застопорилось. Почему я знаю про АПИ? Потому что они руками загружали 50 тысяч лиц в базу. Они нас просили, да, сделать функционал, чтобы это все упростить как-то. Мы им сделали возможность загрузки, то есть у них свое какое-то решение есть, у нас свое, то есть мы сделали, грубо говоря, какой-то функционал. Это полиция. Мы теперь, представляешь, АПИ 20 тысяч вагонов с углем, которые ездят, или там автомобили с сигаретами, которые пересекают. Андрей, мы сейчас договоримся. У меня иногда кажется, что вот у нас на уровне государства абсолютно нету проектного менеджмента. Вот есть гипотетический проект, вот он чисто гипотетический, а человека, у которого есть это в KPI, его нету. Ну, понимаешь? Ну, то есть у нас нету человека, ответственного за безопасность. Ну, почему? Есть у нас, наверное, такой человек. Ну, я думаю, есть, но просто вопрос его как бы… Это коллективная безопасность. Это коллективная безответственность. Ну, может быть. Кто конкретно отвечает у нас за безопасность? Я не могу ответить на этот вопрос, я не знаю. Ну, я знаю, есть структуры. Конкретно никто. Конкретно никто. У нас есть, кто контролировать должен, а кто отвечает, у нас таких нет. Я уже забыл, кстати, те 10 вопросов. Вопрос был, если бы ты строил глобальную систему безопасности на страну, то, наверное, какие бы из вопросов, вот, например, пересечение границы с неподконтрольной территорией, дальше, пересечение пограничных переходов, ты сказал, какие еще проблемы, например, контрабанда могла бы быть решена подобным способом или нет, и так далее. То есть, ну, это же тоже, да, взвешивание автомобиля, привязка к декларации и к номеру автомобиля, который пересекает границу, все. И вот этот анекдот про зеленый. Базу данных контрагентов, которые там уже имеют какой-то репутационный риск, который там где-то уже… Ну, это же не видеоаналитика, это больше какие-то аналитические системы, как бы… Это база данных, да, это бигдата, в которую надо зайти, отанализировать, как с человеком, как с пьяным водителем. Это примитивное решение даже, но уже ему 100 лет. Да, то есть, это можно и в Excel, в принципе, ввести, там, без бигдата, но это вопрос, как бы, наверное, какой-то… Заказчика. Не заказчика воли чьей-то, да, то есть на потребности, да, То есть пока всех устраивает ситуация текущая в стране, я думаю, это все, ну, меняться не будет. В итоге, Андрей, мы с тобой это обсуждали. Во что все упирается? Не в компетенцию. Вот компетенция. Все упирается в политическую волю. Если ее нет, тогда компетенция не нужна. Еще, еще вопрос из тех, которые задавал, я уже сам забыл, какие вопросы задавал. Ну, безопасность, если там структурная, у меня было предложение, то есть, ну, это как бы предложение такое звучало просто открыто, да, то есть установить, например, подключить все камеры видеонаблюдения. Во всех торговых центрах, крупных торговых центрах есть камеры видеонаблюдения на вход и на выход, да, или обязать торговые центры установить качественные камеры распознавания лиц, например, на вход и на выход. И можно было бы всех преступников, ну или людей, которые находятся в розыске, лучше так сказать. Как минимум там мониторы. Я думаю, процент был бы как с пьяными за рулем. И тоже не получилось. Не получилось, но это должно быть, наверное, решение. Это связка должна быть работы МВД и госполкомов. То есть это какое-то решение должно быть и локально, и государственно. То есть должен быть какой-то законопроект, который обязан. А ты вот говоришь, я приходил в Министерство обороны, приходил в СБУ. Нет, я не приходил в Министерство обороны, я через Министерство обороны присылал им предложение о том, что... Нет, я не участвую в тендерах. Я просто им прислал. Есть такое решение, готов дать абсолютно бесплатно. Это не тендер, бесплатно. Это не тендер, это бесплатно. Я монетизация, ты что? Меня монетизация здесь не интересовала. Да нет, монетизация. Ты понимаешь, отказ бесплатно, это бесплатно. Это плохое предложение. 100% от ноля, это все равно ноль. Модель должна быть такая. Ты бесплатно ставишь и доплачиваешь за то, что мы у тебя это берем. Ну, я не был к этому, к сожалению, готов. Надо искать спонсоров специально. Слушай, я тебе пример приведу. Сейчас заодно и будет несколько вопросов. Понятно, у этой компании, из которой мы изначально сотрудничали, или курсовет сотрудничал в Белой Церкви, отобрали лицензию, и сейчас нужно переходить на какую-то другую компанию. И есть там два предложения, условно, вот ребята, да, и есть другая компания, как System, а, или как она называется? Я не помню точно название. Короче, те приходят сразу и говорят, смотрите, камеры должны быть только вот этого производителя, Hikvision. И я подозреваю, что они являются дистрибьюторами уникальными этого Hikvision. И второе, вот что меня напрягло, почему я, в принципе, начал опять искать ВЭЖу, ну и, соответственно, нашел Олега, все сервера, весь поток видео, которые вы забираете, отдайте в МВД. В смысле? У нас есть за деньги горсовета купленное оборудование. Здесь хранится весь видеопоток. Вам нужен доступ? Берите доступ. Вам нужно дальше анализировать это со своей базой данных? Анализируйте. Но информация должна храниться у нас, чтобы не было вот этого, о чем заказчик тумблер же хочет. Они говорят, не-не-не-не-не-не, так мы не работаем. Все сервера сюда. Я вот хочу тебе, как специалисту, задать вопрос. Я правильно понимаю, что все сервера сюда – это тумблер? Почему не делать зеркало и не делать… Можно бэкапить? Можно зеркало сделать, какая разница? Можно забирать потоки в два места и писать в двух местах одновременно. Наверное, нужно, а не можно ради безопасности. Это вопрос безопасности, да. Вот такая возможность. Это первый вопрос. Второй вопрос. Для вашей компании принципиально какой хард? То есть софт ваш может работать с любой камерой? Абсолютно любая камера, абсолютно любой желез. Мы продаем софт. Мы даем рекомендации по характеристикам. И дальше местная власть может выбирать любого производителя? Абсолютно любого производителя. Не привязаны? Вообще не привязаны. То есть мы даем рекомендацию по железу, то есть по серверам, которые необходимы для обработки этих видеопотоков. А какое железо вы используете для обработки? Это тоже интересно, кстати. Мы обрабатываем видеопотоки все на видеокартах NVIDIA. То есть почему? Это дешевле. Ну то есть ты понял, берешь обычные фермы? Ну там можно, но так не получится. К сожалению, нет. Нужны сервера все-таки с видеокартами. И если сравнивать с серверами без видеокарт, то есть просчет на тысячу каналов распознавания номерных знаков. У нас на сегодняшний момент рекомендация 10 серверов. 10. Я думаю, что с нового года будет 5. То есть мы сможем на одном сервере обрабатывать 200 каналов распознавания номерных знаков. Рекомендация других производителей – 60 серверов на тысячу каналов. А у вас 5 будет? У нас 10 сейчас, но будет 5. 1 к 12. Они не используют видеокарты, мы используем видеокарты. То есть себестоимость как бы… Железо становится, себестоимость соответственно проекта. Проекта, поддержки. Тут даже… Ну, сам сервер, возможно, будет дороже, чем тот сервер, да? Возможно. И то спорный вопрос. Но не в 12 раз. Ну, нет. Но потом с поддержкой. Обслуживать 60 серверов и обслуживать 10 серверов – это совсем как бы разная стоимость. И это… Ну, я даже 2-3 шкафа надо ставить. Хорошо. Давай поговорим. Что делать вообще? В Украине? Ну, твой вопрос. Ну, вот смотри. Мнение человека, которого, как ты говоришь, не в системе, да? Но понимающего, как работает или какие есть… У тебя же есть заказчики из других государств. Есть. Вот твое мнение, где… Дайте мне точку опоры, и я переверну мир. Помнишь про рычаг эту историю? Вот где должна быть та точка опоры, по твоему мнению, для того, чтобы ситуацию в Украине перевернуть и начать двигаться вот в направлении все-таки высветления всего вот этого, так называемой серой экономики, на которой сидит большое количество людей, находящихся в разного рода погонах и без них, которые, ну, фактически грабят страну? Ну, формально, наверное, да. Но это коррупция. У меня всегда был один вопрос. Да? Мы, ну, мы отечественный производитель, украинский производитель, мы делаем систему безопасности. По большому счету, мы, наверное, сегодня единственный в Украине производитель, который делает подобные системы. Я, как бы, партнерам задавал один вопрос. Говорю, скажите, ребята, как можно строить безопасность страны на решениях производителей китайских, от которых отказались все мировые цивилизованные страны, да? То есть, и мы все понимаем, есть куча отчетов, то есть, есть там известные издания, которые пишут отчеты по поводу уязвимости этих решений, по поводу наличия в них всяких door wave, это возможность, как это, влиять на эти решения извне. И получать информацию извне. Китай, Россия, у них, в принципе, ну, я думаю, у них видение одно, да? То есть, хакеры, взломы, атаки, это же все, как бы, прерогатива good государств, да? У нас был просто, я не помню, пару дней назад вопрос по поводу нашей службы безопасности, вообще по поводу службы безопасности. Я говорю, ну, вы же понимаете, что все кибератаки, это все, как бы, это влияние каких-то силовых структур, да, там… Ну да, это не беспризорники. Ну да, то есть, там, так повлиять, это надо, ну, очень постараться. Я думаю, желание… Почему у Китая такие дешевые камеры? Почему у Китая такие доступные решения? Потому что это часть стоимости экспансии. Это часть экспансии, да. Вопрос. Стоят камеры на распознавание номерных знаков. По всей стране это все распознается, как на борту камер. Камера распознает номер, она отправляет эти данные на сервер, который стоит где-то у нас в стране. Вопрос. А отправляет ли она еще эти данные куда-то на другой сервер, например? Кто это проверял? И проверял ли вообще кто это? И есть ли такая возможность? Если столько сложных вопросов задаешь, у меня печаль, у меня портит настроение. Ну, я говорю, тот вопрос, который я задал всем. Когда я думаю, знаешь, об этом, я думаю, ты знаешь. Это к тебе приходит осознание проблематики, а сейчас мы с тобой будем искать, как эти проблемы решить. Нам констатация самого факта проблемы не интересна. То есть смотри, вот как минимум сейчас мы должны понимать, что компания, которая занимается глобально в Украине системами безопасности, должна быть только доместик, только украинская. Все это на законодательном уровне должно быть запрещено, учитывая, что мир находится в стадии кибервойны, в активной стадии, это все знают. Мы берем решения государств, которые в этой войне участвуют активно. То есть, ну, ты представляешь, если ты знаешь номерной знак, например, министра внутренних дел, или номерной знак президента, или номерной знак фигуры народного депутата, там, руководителя какого-то комитета, и у тебя есть интересы твоего государства в Украине, конкретно связанные с этим человеком, ты включаешь параллельный мониторинг и вводишь этого человека все время, куда он ездит, где он ходит и так далее. И мы что, реально дебилы этого не понимаем? Есть один способ надеть кроссовки без телефона, куда-то побежать. Ты попадешь на камеру распознавания, можешь бежать куда угодно. В лесу нет камеры. Ну, Андрюха, тогда мы возвращаемся к нашему разговору. Сруб, тайга и ближайшая вышка связи на расстоянии 100 километров. Ну, наверное, да. Просто я скажу, у меня залетел запрос. А сейчас еще, извини, этот Starlink запустят, ты уже можешь и там не прятаться. У меня недавно залетел запрос с Америки, кстати, по поводу интересной очень системы. Они хотели, ну, мы ввели диалог, есть ли такая возможность и как мы это можем реализовать. Они работают по Мексике. Ну, то есть эта компания работает по Мексике. Американская компания, но работает по, как бы, не в стране. Суть задачи какая была? Я даже думал догадаться, какая компания. Неважно. Есть какой-то автомобиль какого-то высокопоставленного чиновника и, понятное дело, всегда есть автомобиль сопровождения. В автомобиле в сопровождении устанавливаются две камеры. Одна вперед, другая назад. И она сканирует все, она распознает все номерные знаки, которые впереди идущих машин. И сзади идущих машин. Это первая задача. И потом эти номерные знаки делаются, ну, им не надо в реальном времени этот анализ, они потом каждый день эти данные выгружают в систему, и система делает анализ, или есть этап слежки за данным автомобилем. Они хотят оценивать, или есть слежка за автомобилем. И второй вопрос, то есть какая задача была? Распознать эти номера мы можем и, в принципе, делать анализ. То есть была слежка, не была, то есть по историческим данным. Проблема основная слежки, что тот, кто следит, он зачастую следит на расстоянии, на таком расстоянии, что распознать автомобильный номер очень сложно. Да, как схватить. Да, и мы, у нас есть решение, мы делаем идентификацию по внешнему виду автомобиля. И насколько оно эффективно? Ну, оно имеет погрешность, да, но тут вопрос, если оно выдало, например, совпадение, то уже человек смотрит и оценивает. Стоит обратить на это внимание. Обратить внимание, тут же не стоит вопрос, что все, значит, это 100% на слежке. Не, не, понятно, но просто если погрешность 80%, ты будешь смотреть. Нет, погрешность не 80%. У нас есть очень интересное решение, то есть это идентификация людей, ну, вот мы сейчас, мы по транспортным средствам просто заканчиваем сейчас это решение, но вот идентификация людей по внешнему виду, по одежде, по силуэту, да, по силуэту, то есть без распознавания лиц. Мы распознаем силуэт. Я активно это тестировал, причем тестировал на своих домашних камерах, да, у меня стоит там дома три камеры. За месячный интервал времени оно очень четко находило требуемого человека. Я понимаю, что у меня дома там поток людей не такой большой, хотя есть как бы все равно какой-то поток присутствовал, то есть оно очень четко анализировало данные за месяц и выдавало мне, в какой момент времени появлялся этот человек в кадре. То есть ты понимаешь, что ты сейчас сказал? Что если на законодательном уровне будет запрещена идентификация лица, то в принципе это пофиг, мы все равно по повадкам, по силуэту и по всему остальному все равно определим, кто это. Поэтому какой смысл запрещать идентификацию по лицу? А что Google Pictures сейчас как работает? Не знаю, мы не используем Google. Ну, мы не следим как бы за Google. Я знаю, что Amazon вроде как отказался от распознавания лиц, IBM отказался от распознавания лиц, то есть они больше не будут развивать эту технологию. Ну, это такая поддержка, наверное, конфиденциальности, приватности, чисто из-за этого. Я не поверю, что большая корпорация отдаст какие-то интересы личные. Они могли публично отказаться, но есть же проекты, которые закрыты. Да, кстати, буквально позавчера, ты видел это общение с конгрессменом Цукерберга? Нет. Они позвали Цукерберга, а это было связано с так называемой этой цензурой, которая пошла в социальных сетях по отношению к результатам выборов президента. И они, вот в этот момент я убедился, что, не то чтобы убедился, но реально задумался о том, что Цукерберг на самом деле это просто фунт. Потому что пресс-секретарь компании Facebook подтвердил, что есть какая-то система внутри их оболочки, которая анализирует поведение юзера, дает такую аналитику, которая… дает его не просто аналитику, когда человек находится на самой платформе, а когда просто у тебя этот апп есть и дает твои interactions, то есть взаимодействие со всеми остальными приложениями, которые даже не входят в эту платформу, что ты делаешь, как и так далее. И конгрессмен задает ему вопрос, что Марк, вот у вас есть этот проект, даже как-то называется, я просто не помню название этого проекта. Нет, у него есть внутреннее какое-то название, да, есть вещи, которые я не помню. Как он называет… Еще раз повтори, пожалуйста. Да, есть вещи, которые я не помню. Знаешь, здесь должно быть раскаяние. В лице больше должно быть раскаяние. И он говорит, у вас же есть такой проект? И Цукерберг говорит, мне об этом ничего не известно. Он говорит, секундочку, ваш пресс-секретарь сказал о том, что этот проект есть, о том, что он работает, о том, что вот то-то, то-то происходит. Он говорит, ну, может быть, он есть, но мне об этом ничего не известно. Ну, то есть, это официальное слушание в Конгрессе, то есть, он под присягой, врать он не может. И я смотрю, думаю, слушай, может, на самом деле фунт. Ну, то есть, чувак не понимает, что у него внутри в компании происходит. Знаешь, я вчера защищал своего сына, потому что произошел инцидент. Он попросил посмотреть мультики, и в результате завис на своем любимом канале там какой-то мегафайт какой-то у него есть канал. И мама его ругала за то, что он там, не ругал, короче, осуждение было, за то, что он не сделал домашнее задание, залип на этом. Я говорю, слушай, там искусственный интеллект. Он делает так, что ты не можешь соскочить, ты не можешь поставить паузу. Паузу. Да, Social Dilemma на Netflix смотрел, да? Потому что ты раз и паузу поставил, и пошел делать уроки. Такого не бывает. Ну, это невозможно. Алгоритм работает так, что ты этого сделать не можешь. Тем более там в состоянии бессознательного возраста, 9 лет. И там у нас прям дискуссия вечером. Не-не, вот ты помнишь, мы с тобой обсуждали этот Social Dilemma на Netflix. Я смотрел. То есть, если раньше они просто анализировали твое поведение и выдавали тебе продукт под модель твоего поведения, сейчас они моделируют твое поведение под продукт, который хотят тебе продать. Ну, это вообще-то, ну, настолько перевернулось. А все твои коллеги. Сто процентов. Каюсь. Слушай, а вот я знаю, что социальное, случайно такой, да, параллельный вопрос, как бы не касающийся тематики, но все-таки. Я знаю, вот опять же из этого фильма Social Dilemma, что чуваки в Кремниевой долине, эти компании, которые занимаются аналитикой, они привлекают очень много психологов в свою работу, ну, в модели поведения людей. Вы, когда делаете поведенческую аналитику, вот сейчас, например, там, по силуэту определять и так далее, сейчас пока это исключительно физиология или вы все-таки уже используете психолога? У нас поведенческая аналитика, у нас аналитика визуального распознавания. То есть, и она пока только исключительно на… Она распознала образ и сделала прямую идентификацию. Они психов привлекают. У нас нет механизма, вот как у там Фейсбука, да, то есть, предоставить наиболее релевантный контент пользователю, да, то есть, чтобы он вот как завис, да, и не мог оторваться. – Слушай, я, знаешь, единственное, что могу пожелать тебе того, чтобы у тебя все складывалось, чтобы у тебя украинский рынок не был последним, чтобы он был, знаешь, вот в любой интернациональной компании локальный рынок, он все равно на первом месте, ну, вот, по объему, да. Я понимаю, что он уже и на первом не может, ну, хотя бы не на последнем. И хочу, чтобы здравый смысл все-таки… Может быть, кто-то нас смотрит, кто принимает решения, кто… У кого-то есть какое-то здравое зерно в голове. Пожалуйста, услышьте, ну, вот, есть такие… – Олег, я тебя тоже благодарю за то, что нашел время пообщаться. Точно так же, как поддерживаю Андрея, что те, которые принимают люди в стране решения, наверное, должны обратить внимание и на тебя лично, и на людей, которые занимаются подобными проектами в Украине. Все-таки безопасность – это исключительно дело страны, личное, и не может решение безопасности быть чужими. Ну, а тебе желаем успехов, удачи в развитии и в покорении этого рынка. Спасибо большое. Спасибо, что пригласили. Спасибо. Очень приятно. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.